Сказано Индекс промпроизводства за первое полугодие 2023 года составил 109,2%. Для сравнения по России на текущий момент он составляет 102,6%. Рост произошел во многом за счет роста именно в обрабатывающих производствах, где он составил 114%. Среди наиболее значимых обрабатывающих производств увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года производство готовых металлических изделий на 31%, производство машин и оборудования на 15% и производство автотранспортных средств на 10%. Найбольший вклад в развитие промышленности Курганской области вносит предприятия оборонно-промышленного комплекса региона, которые выполняют одну из важнейших ключевых задач. И здесь стоит только поблагодарить руководство предприятий, коллективы заводов за ежедневный самоотверженный труд. Рост индекса также обеспечивается и за счет появления новых производств, в том числе на территориях индустриальных парков. Так, например, проект спецтехника в Шадринском индустриальном парке освоило производство погрузочно-доставочных машин для работы в низкопрофильных подземных шахтах и на больших подъемных выработках. ИТМ-спецмашина в индустриальном парке ТОР в рамках политики импортозамещения проводит комплексную разработку специальной техники и оборудования, применяемой при гидроразрыве пласта. Первый элемент флота Блендер уже готов к испытаниям. Также предприятие освоило выпуск новых мусоровозов, планируя закрыть нишу на рынке, ранее принадлежавшую немецким заводам. На территории индустриального парка Курган-Энергомаш открыто новое импортозамещающее производство латунных фитингов. В рамках данного проекта планируется заместить импортные аналоги на рынке отечественного производства, которые лишь на 5% ранее принадлежали отечественным компаниям. Тачинвест Цинк запустили новую линию автоматического цинкования метизов. Данная линия стала первой в Уральском федеральном округе и пятой в России. И это только небольшая часть результатов в рамках той системной командной работы предприятий Курганской области, правительства Курганской области в рамках решения важнейших задач, которые стоят перед страной для достижения технологического суверенитета. Для решения данной задачи правительством Курганской области применяются следующие инструменты поддержки. С 2019 года оказывается поддержка предприятиям региона по компенсации затрат на уплату первоначального взноса по договорам лизинга. Таким образом, за 3,5 года мы поддержали уже 590 заявок на 2,3 миллиарда рублей. Привлечено 25 миллиардов инвестиций из внебюджетных источников с самими предприятиями. В рамках данной поддержки уже создано более 1300 рабочих мест. Возмещаем часть затрат промышленных предприятий в рамках реализации инвестиционных проектов на технологическое присоединение и на приобретение нового оборудования уже без участия инструментов лизинга. В 2022 году поддержали 19 предприятий на сумму 35 миллионов рублей. В 2023 году на данную меру поддержки также предусмотрено финансирование. В ближайшее время будет открыто новое окно поддержки. Также одним из наиболее популярных мер поддержки, в том числе и для предприятий промышленного комплекса, является предоставление микрозаймов до 5 миллионов от 0,1% годовых и предоставление поручительств. Кроме того, нами разработана новая мера поддержки с кодовым названием «Модуль», которая предполагает компенсацию затрат на возведение быстровозводимых модульных конструкций для ведения в них производства. Также продолжается работа по созданию сети индустриальных парков, которых к 2025 году планируется построить 9. На текущий момент их создано 5. В них работает 41 резидент, создано более 1 тысячи рабочих мест и внесено инвестиции в основной капитал с учетом инвестиций самих резидентов, бюджетных и внебюджетных инвестиций более 6 миллиардов рублей. Ну и, конечно же, это возобновление деятельности старых площадок промышленного производства, которые не были задействованы в экономике региона ранее. Поэтому эту работу мы также считаем одной из ключевых и продолжаем делать на ней упор. На текущий момент два парка, новых парка, уже строятся и два парка находятся в процессе проектирования. Продолжаем работать над развитием промышленности в регионе.